МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Донецке и Крыму продолжаются акции протеста. Митинги проходят как в поддержку целостности Украины, так и против. Об этом подробнее. В Донецке в среду демонстранты, вышедшие в поддержку целостности Украины, столкнулись с противостоянием со стороны пророссийских активистов. В результате два митинга, проходившие одновременно, превратились в крупномасштабную драку. Активисты с российскими флагами начали нападать на проукраинских митингующих, когда те собрались уходить с площади Ленина после окончания митинга. Тут же последовали ответные действия. При этом тех, кто митинговал в поддержку целостности Украины, было около 7 тысяч, в то время как их оппонентов – около 2 тысяч. Мы за единую Украину, мы за Донбасс в составе Украины, за мир в нашей стране и в нашем городе. Я против войны, я против отделения от Украины. То есть одно дело федерализация, одно дело автономия, но отделяться от Украины. Я хочу жить под украинским флагом, не хочу жить в России. На другом митинге протестующие держали триколор и скандировали «Россия». Господи, ну хотят люди жить с Западом, пускай живут. Мы хотим жить в своей федерации, в своей, чтобы нас никто не трогал. Проукраинская демонстрация прошла в среду и в Симферополе, но ее не обошли вниманием пророссийские активисты. Не трогай! Что ты делаешь? Крым, Россия! Крым, Россия! Киев говорит, протесты за отделение от Украины были организованы Москвой, чтобы обеспечить основания для широкого вторжения на украинские территории. Напомним, 1 марта Совет Федерации утвердил предложение российского президента об использовании вооруженных сил РФ на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Военные объекты в Крыму продолжают блокироваться неизвестными вооруженными лицами, которые предлагают украинским военным российское гражданство и хорошую зарплату в обмен на то, чтобы те сдались. При этом Путин отрицает, что это российские военные и утверждает, что это местные силы самообороны. Ряд частей военно-морских сил Украины остаются полностью отрезанными от внешнего мира. Украинским военнослужащим отключают свет, воду, блокируют входы и въезды в воинские части, таким образом лишая их даже поставок пищи. В среду военные без опознавательных знаков, открыв огонь, захватили еще два украинских зенитно-ракетных комплекса и выставили вокруг них свою охрану. В тот же день Крым был вынужден покинуть спецпослание генерального секретаря ООН Роберт Сери. Это сделать его заставили все те же неизвестные вооруженные люди. Накануне в регион не пустили и наблюдатели от ОБСЕ. Сирийские повстанцы продолжают атаковать правительственные войска. Видео, запечатлевшие боевые действия, выложили в социальных сетях. В Сирии продолжаются интенсивные боевые действия между войсками Башара Алясада и повстанцами. В социальных сетях появилась очередная любительская видеосъемка, свидетельствующая об этом. Сначала идут кадры, снятые, предположительно, во вторник в Эдлибе. Здесь мятежники стреляют по своим противникам из пушки. Потом снята перестрелка в Алеппо. Затем показано видео, сделанное в среду также в Алеппо. Здесь повстанцы ведут огонь по правительственным силам из орудия, привезённого на автомобиле. Также засняты клубы дыма, поднимающегося над городом Дыр-А. Впрочем, проверить подлинность всех этих кадров у журналистов возможности нет. Гражданская война в Сирии не утихает уже почти три года. Несмотря на прошедшие в Женеве переговоры и принятую ООН гуманитарную резолюцию, конфликт продолжается. Правительственные войска и повстанцы обвиняют друг друга в использовании химического оружия, запрещённого международным правом. При этом собственную вину не признаёт ни одна из сторон. По данным ООН, за время противостояния в Сирии погибло более 130 тысяч человек. В Венесуэле вновь антиправительственные протесты. Люди продолжают выходить на демонстрации, несмотря на жёсткую реакцию властей. Подробности далее. В столице Венесуэлы накануне годовщины смерти Уга Чавеса прошёл очередной антиправительственный протест. Такие акции не утихают в стране с начала февраля. Оппозиция и присоединившиеся к ним студенты недовольны тяжёлой экономической ситуацией в Венесуэле и стремительным ростом преступности. Как и большинство подобных выступлений, нынешнее также закончилось столкновениями с полицией. Однако протестующие говорят, что не намерены останавливаться. «Нам необходимо продолжать уличные протесты. Мы должны наконец-то вытеснить это правительство. Например, у меня нет детей, но будут. Я не хочу, чтобы у них была страна с самым диктаторским и репрессивным правительством в мире». Уга Чавес был президентом Венесуэлы 14 лет. После его смерти в прошлом году этот пост занял Николас Мадуро. Он придерживается той же социалистической линии правления, что и его предшественник. Протесты студентов и оппозиции Мадуро называют попыткой государственного переворота. Демонстрации жёстко подавляются. За время противостояния между властями и манифестантами погибли по меньшей мере 17 человек. Китайский адвокат и номинант на Нобелевскую премию Гао Джишен уже около трёх лет находятся в незаконном заключении в КНР. За это время семье разрешили увидеть его всего два раза. Жена Гао говорит, что даже не знает, жив ли сейчас её муж. Жена китайского адвоката-правозащитника Гао Джишена направила жалобу в рабочую группу ООН по произвольным задержаниям. Она надеется, что этот орган поможет ей получить информацию о местонахождении и состоянии её мужа. С января прошлого года о нём нет никаких вестей. Впервые Гао Джишен был незаконно похищен полицией в августе 2006 года. Власти арестовали его за, цитата, «подстрекательство к свержению государственной власти». Однако, по словам самого Гао, истинная причина преследования состояла в том, что в судах он отстаивал интересы практикующих фалуньгун. Медитативная традиционная практика фалуньгун была в Китае крайне популярна, однако около 14 лет назад она была запрещена бывшим генсеком КНР Дзянцзэминем. С тех пор около 100 миллионов практикующих и их родственники стали объектами гонений. Адвокат Гао Джишен не занимался фалуньгун, он оказывал практикующим юридическую помощь. Однако даже за это его неоднократно похищали, подвергали пыткам и годами удерживали в заключении. В 2012 году, после очередного периода безызвестности, брату Гао удалось узнать, где его содержат, и даже с ним повидаться. Второй раз брат встречался с ним в январе 2013 года. В то время всё, что он смог узнать, что правозащитник жив, другие вопросы задавать не разрешили. «Его психологическое состояние, кажется, было нормальным. Но вопросы о тюрьме задавать было нельзя, в противном случае они закончили бы встречу. Можно было только рассказывать о том, как обстоят дела дома». Впрочем, жена адвоката уверена, что его психологическое состояние могло быть намного хуже. Просто он старался держаться, чтобы не расстраивать своих близких. «С 2006 по 2009 годы, когда мы были дома в Китае, Гао Джишена похищали более шести раз, особенно в последнее время. Он был очень счастлив возвращаться домой и не рассказывал о пытках, которые переживал. Я не знала, что его пытали до того момента, пока не уехала из Китая». Чтобы избежать преследования, жена и двое детей Гао выехали в США. Они говорят, что даже не знают, жив ли он. «Как говорит китайский режим, Гао Джишена заключили в тюрьму на три года в 2011-м. Уже прошло более двух лет, а семье разрешили встретиться с ним только два раза. Я надеюсь, СМИ уделят больше внимания делу Гао. По правилам, посещения в тюрьме разрешены каждый месяц. Почему к нам такое отношение?» Жена Гао надеется, что хотя она не смогла быть с ним на китайский Новый год, она сможет встретиться с ним на его 50-летие. Она также призывает международное сообщество оказать давление на власти Китая, чтобы те хотя бы разрешили встретиться с Гао, а также разрешили ему писать письма домой. В Таиланде продолжаются протесты против действующего премьер-министра Инглаг Чинават. В столице уже был введен режим чрезвычайного положения, однако демонстранты продолжают блокировать правительственные учреждения. В столице Таиланда в среду протестующие попытались заблокировать работу акцизного департамента. Около 400 демонстрантов с помощью кранов и бетонных блоков заблокировали ворота в департаменте, вынудили некоторых сотрудников покинуть здание. В то же время, несмотря на блокаду, глава ведомства говорит, что ему всё равно надо выполнять свои функции. «Нам всё же нужно работать. У нас разные роли. Протестующие хотят протестовать, а нам по-прежнему надо работать». Протесты в Таиланде не прекращаются уже пять месяцев. Демонстранты требуют отставки исполняющей обязанности премьеры Инглаг Чинават, которую считают марионеткой своего брата. Он также ранее был премьер-министром, но бежал из страны в 2006-м после обвинений в коррупции. Протестующие считают, что Инглаг намерена вернуть такси Ингавата в Таиланд. 21 января в Бангкоке из-за непрекращающихся противостояний был введён режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней. В минувший вторник министр иностранных дел Таиланда сообщил, что действия этого режима могут продлить до тех пор, пока протесты не прекратятся полностью. Далее в выпуске. «Хаббл» нашёл галактику со струящимися звёздами. «Пежо 308» стал лучшим автомобилем 2014 года. В США раздали «Оскаров». Суши размером в сантиметр предлагают в Токио. Астрономы получили интересные снимки, сделанные телескопом «Хаббл». Он обнаружил спиральную галактику, теряющую свои молодые звёзды. Давайте посмотрим. Космический телескоп «Хаббл» заснял потоки звёзд и межзвёздного газа, который теряет спиральная галактика ИСО-137001. Она стала очередной своеобразной жертвой гравитационной аномалии, известной как «Великий аттрактор». Эта аномалия и её центр – скопление галактик Аббл-3627, согласно предположению учёных, в десятки тысяч раз тяжелее Млечного пути. Сверхмассивный объект притягивает близлежащие скопления галактик. ИСО-137001 движется сквозь «Великий аттрактор» и подвергается воздействию его горячего газа. Он, оказывая давление, словно разрезает спиральную галактику на множество голубых струек, в которых находятся молодые звёзды и холодный газ. К тому времени, когда ИСО-137001 выйдет из «Великого аттрактора», она лишится всех запасов холодного газа. Следовательно, в галактике больше не смогут зарождаться новые звёзды, и она состарится. Учёные надеются, что наблюдение за ИСО-137001 поможет лучше изучить «Великий аттрактор». Экологи «Гринпис» требуют закрыть устаревшие реакторы на атомных станциях Европы. По мнению активистов, их функционирование несёт огромный риск. Чтобы привлечь внимание к своим призывам, природозащитники снова решились на смелый шаг. Об этом подробнее. В Швеции активисты «Гринпис» проникли на территорию АЭС «Оскарсхамн», чтобы напомнить о старом возрасте её двух реакторов. Они принесли огромный оранжевый конверт с надписью «Пора на пенсию». В конвертах такого цвета приходят уведомления от шведского пенсионного фонда. Также несколько активистов забрались на крышу одного из реакторов и повесили там баннер с аналогичным напоминанием. В протесте участвовало около 20 человек. Поскольку на станцию они попали незаконно, всех задержали. Акция совпала с выходом подготовленного для «Гринпис» нового доклада о стареющих ядерных электростанциях. Обычно срок службы реакторов рассчитан на 40 лет. В настоящее время из 151 реактора, работающего в Европе, 67 действуют более 30 лет, 25 – более 35 лет и 7 – более 40 лет. В Швеции находятся четыре из наиболее старых реакторов Европы. Два из них работают на АЭС «Оскарсхамн». «Гринпис» призывает вывести устаревший реактор из эксплуатации, поскольку они становятся небезопасными. Экологи предлагают сделать выбор в пользу возобновляемых источников энергии. Аналогичные акции прошли во Франции, Бельгии, Испании, Нидерландах и Швейцарии. Бразилия стоит на пороге открытие чемпионата мира по футболу. Однако, возможно, не все стадионы будут готовы в срок. Пока не успевают достроить спортивный объект в Сан-Пауло. Почему? Давайте узнаем. Футбольная держава Бразилии столкнулась с проблемами при подготовке к чемпионату мира 2014. Генеральный секретарь ФИФА Жером Вальки сообщил, что стадион «Арена Каринтианс» в Сан-Паулу не будет готов к 15 мая. Матч открытия чемпионата мира должен состояться здесь 12 июня. «Арена Каринтианс» – самый дорогостоящий из 12 стадионов, строящихся для Кубка мира в Бразилии. Возводить его начали одним из последних. Работа осложнилась ещё и тем, что в конце ноября 2013 года упал кран. В результате обрушилась часть восточной трибуны и погибли два человека. Сейчас главный вопрос – будет ли достроен стадион хотя бы непосредственно к началу Кубка мира? Мнения бразильцев разделились. «Он, возможно, и будет готов. Но какого качества он будет? Мы, бразильцы, немного другие. Нам нужно немного подрасти, больше развиваться. И мы это сделаем. Но мы не можем изменить свои привычки в выполнении дел. Мы знаем, как делать дела. Но мы не такие, как европейцы. Мы не всегда делаем всё вовремя, как англичане. Мы другие. Но мы всё сделаем, я уверен». Стадион «Арена Байшада» в Куритибе, находящийся на реконструкции, также сдадут с задержкой. В Женеве назвали лучший автомобиль 2014 года. Кто победил на престижном европейском конкурсе? Давайте узнаем. Автомобилем года 2014 стал компактный хэтчбэк Peugeot 308. Престижный титул он получил на европейском конкурсе в Женеве. «Лучшее авто» выбирали 58 журналистов специализированных изданий из 22 европейских стран. В финал вышли семь моделей – Peugeot 308, BMW i3, Citroёn C4, Mercedes-Benz S-класса, Mazda 3, Skoda Octavia и Tesla Model S. Авто львиной марки обошло всех соперников, набрав 307 баллов. На вторую ступеньку прорвался электромобиль BMW i3. Ему отдали 223 балла. Третье место досталось американскому электрическому детищу. Tesla Model S набрала 216 баллов. Победа над такими сильными конкурентами даёт французской компании полное право гордиться своим творением. «Если вы водите машину, то почувствуете разницу. Мы изобрели уникальный интерьер с Peugeot i-Cockpit. Когда вы управляете машиной с помощью небольшого руля, это то, что отличает его от конкурентов. Если вы сложите дизайн, ощущение от вождения, качество, которое действительно догнало сильнейших конкурентов в сегменте, и уникальность Peugeot i-Cockpit, то у вас будет рецепт этой победы». Европейский конкурс «Автомобиль года» проводится уже полвека. Чтобы участвовать в нём, компания должна представить совершенно новую модель возрастом не более 12 месяцев. При этом она должна появиться на рынках хотя бы пяти стран Евросоюза, а продажа за год должна превысить 5000 штук. Автопроизводитель Peugeot уже неоднократно выигрывал конкурс. Предыдущая победа досталась 307-й модели в 2002 году. Королева Нидерландов навестила колумбийских детей-дошкольников. Максима находится в богате в рамках своего путешествия по странам Латинской Америки. Королева Нидерландов Максима путешествует по Южной Америке. На второй день своего визита в Колумбию она посетила детское учебное заведение в богате. Здесь монарша особо продвигает важность развития детей дошкольного возраста. В Колумбии 68% детей возрастом до 4 лет живут за чертой бедности. Королеву Максиму сопровождает первая леди Колумбии, супруга президента Мария Клеменция Родригес де Сантос. Местное учебное заведение, которое они посещают, предоставляет качественное дошкольное образование для детей до 5 лет. Причём главный акцент этой школы делает не столько на образовании, сколько на развитии, уделяя особое внимание уходу и полноценному питанию. У этой школы 10 центров по всей Колумбии, в которых учатся 2500 детей из группы Риско. Королева Максима говорит, что такая школа – пример для остального мира. «Колумбия может служить примером и показать, что подобные финансовые вложения возможны. Министр финансов Маурисио Карденос и Колумбия показали, насколько важны финансовые вложения, когда они направлены непосредственно на нужды народа, рост бизнеса и потенциал страны». Нидерландская королева – уроженка аргентинского Буэнос-Айреса, то есть Латинская Америка, являются её родиной. Завершив свой визит в Колумбию, королева Максима отправится в Перу, где примет участие в ряде проектов по борьбе с бедностью. В Голливуде состоялась 86-я церемония вручения награды «Оскар». Кто в этом году получил заветную статуэтку, давайте узнаем. И снова, уже 86-й раз, в Лос-Анджелесе собрались звезды кино, режиссеры, операторы и другие деятели киноискусства на церемонию вручения самой престижной награды – премии «Оскар». В этом году статуэтки распределились следующим образом. В номинации «Лучший фильм» награду получила картина режиссера Стивена Маккуина «12 лет рабства». Помимо неё на «Оскар» претендовали такие ленты, как «Волкс Уолл-стрит», «Небраска», «Филомена», «Далласский клуб покупателей», «Капитан Филлипс», «Гравитация» и «Она». Продюсером фильма «12 лет рабства» выступил Брэд Питт. «В конце концов мы просто надеемся, что этот фильм станет лёгким напоминанием, что мы все равны. Мы все хотим одного. Мы хотим уважения и возможностей для себя и своей семьи. А также того, чтобы мы уважали чужую свободу так же, как свою собственную. Это всё. И это самое главное. Лучшим актёром был признан Мэтью МакКонахи за роль в фильме «Далласский клуб покупателей», а за лучшую женскую роль наградили Кейт Бланшетт, которая сыграла в картине «Жасмин». «Оскар» за лучшие роли второго плана получили Джаред Лето, который снялся всё в том же «Далласском клубе покупателей», а также Люпита Неонга, сыгравшая в картине «12 лет рабства». Что касается режиссуры, то здесь лучшим был признан Альфонсо Куарон за фильм «Гравитация». Эта картина также получила награды за лучшую операторскую работу, лучший монтаж, лучшие спецэффекты, а также музыку. А вот лучшим анимационным фильмом стало «Холодное сердце». Этот мультик даже наградили в номинации «Лучшая песня». Тем временем Леонардо Ди Каприо, которому прочили Оскар за роль в фильме «Волкс Уолл-стрит», снова остался без статуэтки. Вопрос, будет ли актёр наконец удостоен этой награды, оставался одной из главных интриг церемонии. 80-летний модельер Карл Лагерфельд не устает удивлять не только своими творениями, но и разыгранными для их показа спектаклями. Не стало исключением и «Неделя моды в Париже». Давайте посмотрим. Долгожданный показ коллекции «Шанель» осень-зима 2014-2015 на «Неделе моды в Париже» уж точно не стал тривиальным. Неутомимый Карл Лагерфельд внёс свежий штрих не только в свои творения, но и в декорации. На этот раз гости, пришедшие в Гранд-Пале, неожиданно для себя оказались в огромном супермаркете под названием «Торговый центр «Шанель». Модели дефилируют здесь не по подиуму, а между стеллажами с напитками, консервами и прочими продуктами питания. Причём никто из них не покидает площадку. Девушки продолжают прогуливаться по супермаркету, выбирая для себя продукты. Девушки отдыхают пальто и, конечно, платье. Для создания своих творений 80-летний дизайнер использовал мех, кожу, твит и перья. В качестве аксессуаров выбрал громоздкие жемчужные ожерелья, сумки-корзины с ручками, цепями и ажурные перчатки. «Я хотел показать простоту одежды, то, как они ходят в этих ботинках. Современный подход даже к роскоши. Роскошь не должна быть чем-то привязанным к определённым вещам. Если вы достаточно удачливы, то можете купить те вещи. Купить, но не носить их». Несмотря на то, что всё действие происходило в супермаркете, сам модельер такие заведения посещает довольно редко. Правда, говорит, что ничего против них не имеет и считает шоппинг весёлым занятием. Жители итальянского города Иврея провели минувшее воскресенье в жарком сражении. Там состоялась традиционная захватывающая битва апельсинов. Итальянский город Иврея погрузился в историческое противостояние. Местные жители разделились на два лагеря и вступили в традиционную битву апельсинов. Ежегодные экстремальные мероприятия привлекают сотни участников и тысячи зрителей. Оранжевое сражение символизирует восстание простолюдинов против тиранической знати города. Оно, согласно легенде, произошло здесь в XII веке. Начало бунту положила дочь местного мельника, отказавшаяся провести ночь с герцогом. Она отрубила ему голову, а простолюдины спасли её от стражи злого патрона. Теперь апельсины символизируют голову герцога. Сама апельсиновая битва зародилась в 30-х годах прошлого века. Тогда местные девушки во время карнавала, стоя на балконах, бросали в юношей апельсины вместе с конфетти и цветами, чтобы привлечь их внимание. А юноши кидали сочные плоды обратно. После Второй мировой войны любительская дуэль переросла в игру с определёнными правилами. Битва апельсинов стала увлекательным представлением и символом карнавала в Аврия. «Это смешное и весёлое событие. Я пытаюсь держаться немного на расстоянии и предпочла бы быть среди зрителей. Но мне дали наряд пешей команды, так что я пытаюсь держаться подальше от апельсинов. Правда, к сожалению, кто-то уже попал в меня несколько раз». Горячее сражение начинается, когда повозки с командами, представляющими стражников герцога Тирана, выезжают на главную городскую площадь. Они кидают апельсины в пеших противников, представляющих мятежников-простолюдинов. Ну а те, разумеется, также вступают в бой. Многие горожане участвуют в ежегодном карнавале с детства. «Это, конечно, самое важное событие в Ивреях. Это важнее, чем Рождество или Пасха. Люди настолько полны энергии, что трудно описать». Оружие для цитрусовой битвы поставляют в Сицилия. Ежегодно оттуда привозят 500 тонн апельсинов. Настоящие суши, но размером всего около сантиметра, предлагают отведать в Токио. Такую услугу оказывает один из местных магазинчиков. В старом районе Токио укрылся уютный магазинчик, где продают традиционные японские суши. Однако от себе подобных он отличается тем, что помимо обычного ассортимента, здесь можно попробовать вот такие мини-суши, размер которых исчисляется миллиметрами. Хиронори Кена готовит такие уже 13 лет, совершенствуя свои навыки. «На самом деле всё началось с шутки с клиентом. Я ему подал крохотное суши, и он начал удивляться, как я смог сделать его таким маленьким». Мини-суши – точная копия своих стандартных собратьев, только маленькая. Работа действительно почти ювелирная. Особенно сложно с морскими водорослями. Они очень чувствительны к влаге летом и быстро высыхают зимой. Перед нарезкой для мини-суши их приходится нагревать. На изготовление каждой порции идёт всего одно рисовое зёрнышко. В настоящее время здесь готовят семь видов мини-суши, в том числе из макрели, тунца и морского ежа. Изготовление комплекта стандартного размера занимает около минуты, миниатюрного же – около пяти. Предлагают мини-суши не всем, только постоянным клиентам, а также детям и иностранцам, которые заглядывают в магазинчик. «Посетители довольно-таки удивлены, особенно иностранцы, которые не стесняются показывать свою радость. Они так добры, что даже называют мои суши произведением искусства». Эта женщина – постоянная клиентка, но мини-суши сегодня пробуют впервые. «Креветки на вкус, как креветки, и морской еж тоже, как морской еж. Мясо белой рыбы с японским редисом и чили, что делает его пряным. Каждая рисовая зёрнышко на самом деле имеет достаточно яркий и выраженный вкус». А этой девочке предложили яичное суши. «Вкусно, на вкус как яичница». Суши стало широко популярным в мире в 80-х годах прошлого века. Это блюдо готовят из риса с уксусной приправой, а также различных морепродуктов и других ингредиентов. Изначально оно возникло в Южной Азии, где для хранения рыбы стали использовать варёный рис. В Японию эта традиция распространилась приблизительно в VII веке из Китая и Таиланда. Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова